Запись сегодняшнего вебинара у меня включена. Женя тоже включи, пожалуйста. Отлично. Запись есть. И, собственно, еще один комментарий наш стандартный, то что мы будем показывать и себя, и рабочий стол, поэтому нас можно двигать вправо-влево, убирать полностью, как вам удобно, собственно, каждый себе может настроить. Напомню, цель обучения. То есть у нас не просто один вебинар, это целый учебный курс. Это значит, что посмотрите все наши вебинары по очереди, если вы на них не сможете попасть, посмотрите их в записи, пробуйте на практике все то, что мы вам показываем. Именно так вы сможете научиться новым навыкам создавать и автоматизировать бизнес-процессы BITX24. Сегодня у нас, напомню, что идет вторая часть курса, второе занятие, и, мне кажется, одно из самых интересных и важных. Сегодня мы поговорим о создании бизнес-процессов со статусами. Очень непростая, как мне кажется, тема, особенно если вы никогда с ними не сталкивались. Мы попробуем максимально подробно и просто объяснить их суть. И это, безусловно, очень сильный и, ну, не знаю, крутой инструмент, который позволяет очень классно автоматизировать процессы BITX24. По этому поводу очень интересно. Поставьте, пожалуйста, плюсик те, кто был в нашей первой части курса, научился там делать бизнес-процессы обычные, последовательные. И сегодня пришел послушать про ВП со статусами. Отлично, много плюсиков. Спасибо большое, значит, мы делаем все правильно. Собственно, чуть-чуть еще орг вопросов. У нас сегодня плановая длительность 1-1,5 часа, как пойдет по вашим вопросам. Мы сделаем это на остановке, будет специальный слайд, на котором мы будем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте их по ходу. Еще раз напомню, что мы не сможем прямо ответить каждому, вопросов бывает очень много. И мы постараемся дать ответы по максимуму по теме, по той, которую мы сегодня рассказываем. Собственно, по итогу вебинара обязательно будет доступна запись и материал. Еще раз очень городко про бизнес-процессы. Каждый раз спрашивают, поэтому этот слайд на каждом вебинаре по бизнес-процессам, который мы ведем в курсе. То, что они доступны в облаке, в уровне тарифа, команда и компания. Вы можете включить демо-режим, если у вас проект или проект плюс, но демо-режим включается один раз. Да, при включении демо-режима вам даст все возможности, в том числе бизнес-процессы. Ну что же, наконец-таки мы подходим непосредственно к теме. Я передам сейчас трансляцию картинки Евгении. И она вам сегодня анонсирует, что же мы будем конкретно попасть. Скажите, меня сейчас хорошо слышно, потому что там жаловались, что меня слышно тихо. Ну, я так думаю, что тише, чем меня, но слышность хорошая. Нормально. Не шумно. Дайте, пожалуйста, тоже ответ, ребята, как слышно. Ну, все ок, пишут. Ну, вроде все ок. Хорошо. Так, тогда я включаю свою презентацию. Видно? Да, твой экранчик уже транслируется. А, значит, какой у нас сегодняшний план вебинара? Как сказал Иван, мы сегодня подходим к новой теме – бизнес-процессы на статусах. Раньше она не рассматривалась. И, возможно, для тех, кто не очень плотно работает с бизнес-процессами, она покажется сложноватой, но мы постараемся ее подробно объяснить. Сначала мы расскажем, что же такое статусы и что такое бизнес-процесс на статусах. Объясним, как выбирать, когда вам лучше строить бизнес-процессы на последовательных бизнес-процессах, когда лучше выбирать статусные. Покажем два небольших бизнес-процесса, которые продемонстрируют работу статусов. Это бизнес-процесс согласования выдачи денежных средств и бизнес-процесс публикации статей. Ну и по ходу вебинара мы, как обычно, будем отвечать на возникающие вопросы по темам, которые мы будем освещать. И в конце мы ответим на вопросы, которые возникли на этом вебинаре. Из прошлых вебинаров мы и сейчас ничего не отобрали пока, так что у вас есть больше возможности услышать ответ. Переходим, собственно, к нашей теме. Что такое статусы? На самом деле мы все с ними сталкиваемся в нашей обычной жизни. Статус – это некоторое состояние. Это может быть состояние сна, еды, работы, отдыха, общения с друзьями. То есть мы как люди постоянно переходим из одного состояния в другое, и каждое состояние можно назвать статусом со своими какими-то характеристиками. Некоторые наши состояния возникают регулярно и ежедневно. Мы спим, мы едим, мы работаем 5 раз в неделю, некоторые, наверное, 7. А некоторые статусы и состояния встречаются всего один раз. Ну вот, как я уже написала, здесь есть рождение, поступление в школу, выход на пенсию, не знаю, там у кого-то замужество и какие-то другие варианты. Чтобы продемонстрировать, как строятся бизнес-процессы на статусах, мы с вами сейчас рассмотрим эти же самые состояния в разрезе бизнес-процесса. Например, очень условно, как мы можем наш обычный день описать бизнес-процессом со статусами? У нас есть статус сон. Из него мы, когда мы проснулись, мы решили позавтракать, перешли в статус еда. А после еды нам надо понять, если сегодня рабочий день, то нам нужно перейти в статус работа. Если у нас сегодня выходной день, то мы можем перейти в другой какой-то статус – отдых или общение с друзьями, или спорт, или еще что-то. И в конце мы опять возвращаемся в статус «цикл замкнулся». На следующий день он начнется с того же самого места. В чем отличие бизнес-процесса на статусах и последовательного бизнес-процесса, и какой лучше выбрать для ваших нужд? Если ваш бизнес-процесс, который вы хотите реализовать, явно совершенно разбивается на много каких-то частей, и требуются частые переходы от одной части к другой, но вот как я уже рассказала на примере человека, там и сна, в еду, из еды, в работу, из работы опять в сон, то есть смысл выделить эти части как раз в отдельное состояние статуса. Возможно, в вашем бизнес-процессе есть какие-то одинаковые блоки действий, которые встречаются в разных местах вашего алгоритма. Их тоже имеет смысл выделить в отдельные статусы. Тогда с ними будет просто удобнее работать. Может быть, у вас есть какие-то состояния, которые приходится проходить по несколько раз. Согласование, доработки каких-то документов. Это тоже удобнее делать на статусах. Возможно, бизнес-процесс какой-то очень сложный, и разбитие его на более мелкие состояния, и взаимодействие между этими состояниями его упростит. И имеет смысл рассмотреть не последовательный бизнес-процесс, а статусный. Ну и в статусном бизнес-процессе гораздо проще управлять доступом к различным частям нашего бизнес-процесса, потому что права там устанавливаются более общие, и мы это дальше покажем. Иван, передаю слово тебе. Ага. Так, собственно, переключая картинку, скажите, пожалуйста, переключилась ли на мой экран. У вас должна быть картинка со статусами бизнес-процесса. Да. Собственно, что такое статус? Как бы здесь пояснить такие наиболее простые примеры? Можно сказать, это такой большой блок, в котором какой-то зашит отдельный процесс. При этом у вас возможны переходы в какие-то другие статусы, в которых тоже, в свою очередь, зашиты под процессы. Ну, собственно, есть имя у этого текущего статуса, где мы сейчас находимся, его состояние. Очень важный элемент – это начальный статус. То есть это тот статус, который всегда будет у бизнес-процесса. Вы его когда создаете, дальше вы не можете сказать, что следующий будет первым, вот он всегда первый. Поэтому продумайте, какой именно процесс у вас будет в начале. Он у вас будет в прошлом всегда. И, собственно, можно, наверное, выделить и конечный, но он, по большому счету, не всегда есть. У вас могут быть постоянно переходящие из друга какие-то статусы, и бизнес-процесс может завершаться не только в последнем, но и в любом другом. Поэтому условно, конечно, но можно выделить, что есть некий конечный статус. Вот давайте еще раз. То есть прямо на картинке. Это у нас статусы, линиями обозначены между ними переходы, а внутри мы говорим о том, что будут свои, реализованные подпроцессы. Как раз-таки подпроцессы – это есть тот самый обычный, последовательный процесс, который мы с вами делали в первой части. Да, мы научились его делать с очень разными вариантами, с очень разными за частиками, с условиями, и все там внутри как бы они и закладываются. А статусы – это такие глобальные части. Между ними бизнес-процесс перетекает. Какой же именно подпроцесс будет исполняться? При этом этих подпроцессов в одном статусе может быть несколько. Возможно, это сейчас покажется усложнение, и вы можете, размышляя над тем, как он реализовывает бизнес-процесс, понимать, что внутри по одному подпроцессу. Это бывает более чем достаточно. Нужно понимать, что возможностей на самом деле больше, и можно реализовывать даже несколько. Собственно, вот какие подпроцессы могут быть внутри каждого статуса. Есть четыре типа. Вход в статус, выход из статуса, команда и пауза. Основной, пожалуй, это вход в статус. Фактически, если вам нужно просто описать внутри статуса его подпроцесс, что именно там происходит, вы берете вход в статус и описываете в нем. Он всегда запускается, когда передается процесс в какой-либо статус. Он как бы идет первым. Дальше есть отдельный подпроцесс, его можно отдельно описать, это выход из статуса. Наверное, он более удобен для того, чтобы в нем реализовывать какие-то системные вещи, записи в журналы, что-то еще. Может быть, какой-то логики, там даже будет основная реализация. Но он запускается всегда, когда из статуса будет переход в другой статус. Есть еще два особых типа. Это команда и пауза. Они очень похожи на действия в обычном последовательном процессе. Команда – это такой целый подпроцесс, который запустится только вручную. Только человек может указать, что да, мы запускаем вот этот вот подпроцесс. Их можно сделать несколько для одного статуса. И человек будет выбирать, какой же именно подпроцесс запустить. Мы покажем вам пример, когда это удобно и стоит использовать, какие задачи так решаются. Пауза – это когда подпроцесс должен запуститься либо через некоторое время, либо в конкретно указанное время. Это тоже может быть удобно, когда, например, вы откладываете дело на определенный этап. Через месяц вы хотите вернуться, чтобы стимул вам сказал, что пора что-то делать. Вы можете создать такой безпроцесс, который будет на следующий месяц останавливать проекты, подпроекты, что-то еще. Если, собственно, между статусами, как мы передаем действия? Вот у нас идет определенный статус, мы что-то делаем и хотим перейти в другой. Да как это происходит? Есть специальное действие, активити – установить статус. Да и мы прям, собственно, в его параметрах указываем, в каком статусе хотим перейти. Таким образом вы как раз таки и управляете переходом из одного статуса в другой. И именно по настройкам вот этого действия портал рисует связи между разными статусами. Собственно, опция очень важная – переводить в выполнении текущего статуса, как она читается. Если у вас идет целая длинная цепочка бизнес-процесса, где-то в середине вы уже решаете, что необходимо перейти в другой статус. Да, в другом подпроцессе фактически. Вы можете либо текущий подпроцесс пройти до конца, либо прямо сейчас его прерывать и начать переход в другой статус. Собственно, это и управляется галочкой «прерывать» или «продолжать». Теперь еще раз все, что я поговорил графически. Да, то есть у нас есть вход в статус, это свой подпроцесс. Есть команды и паузы, их может быть несколько, выполнится только одна. Выполнится только один подпроцесс, который типа команды или типа паузы, в зависимости от того, кто из них первый. Остальные тогда уже исполняться не будут. И потом выход из статуса. Вот фактически реализация какого-то бизнес-процесса внутри статуса – это левая часть. Это либо вход, либо команда, либо пауза. Могут быть все вместе быть. Да, при этом вход у нас точно исполняется из той либо одной команды или паузы. У вас может быть не быть, в общем-то, описания бизнес-процесса для входа. Можно выполнить только команды или паузы. Может не быть команд паузы. Да, ну, выписывайте вход. Вот левая часть, там должно быть что-то быть одно хотя бы. Ну, или несколько. Выход из статуса может не быть в принципе, или вы реализуете от вашей логики. Вот, может показаться непросто, но это на самом деле практически все возможности. И чаще всего, как я уже говорил, можно использовать просто один подпроцесс, вход в статус, и делать все в нем. Для начала это будет более чем достаточно, пока вы изучаете. Дальше вы сами поймете, что вам удобнее использовать команду или паузу, или мы будем описать выход из статуса, из-за того, какие задачи решаете, и понимая, как работает команда или пауза. Мы сегодня постараемся вам это максимально понятно продемонстрировать. Собственно, мы сделали теоретический вход, и дальше мы уже будем переходить непосредственно к демонстрации. Наверное, имеет смысл покроить дать ответы на вопросы, если они у вас возникают. Женя, скажи, пожалуйста, есть что-то уже из того, что ты по ходу, может быть, видела и готова ответить? По ходу, собственно, был один вопрос, но он немножко не по статусам, он по созданию задачи из бизнес-процесса. Мы пока не будем, давай пока вы не проявляете мысль, так сказать. Есть возможность вернуться, да, во-первых, возможно ли добавлять свои статусы? Да, безусловно, возможно, и мы сейчас это посмотрим, как это будет делаться. Я дополню, более того, вы сами определяете статусы, то есть, когда создаете новый шаблон бизнес-процесса, там статусы пустые вообще, их никаких нет. Вы сами определяете, какие именно статусы будут. Это и есть, наверное, проектирование бизнес-процесса. Я напомню, особенно тем, кто не участвовал в первой части, обязательно посмотрите запись. Очень важный этап при создании бизнес-процесса – его проектирование. Практически на листике. Что для последовательного обычного, что для статуса. Вы должны сначала его нарисовать. Прежде чем идти в редактор, нарисуйте на бумаге, в программе, как вам удобно. Есть ли возможность вернуться к предыдущему статусу из-под процесса, или это только вручную можно сделать? Вы своим алгоритмом задаете, в какой момент вы переходите в другой статус. Если по алгоритму у вас стоит по activity перейти в статус, пусть даже предыдущий, то вы туда перейдете. Либо же вы можете задать команду, в которую у вас будет переход определенный статус, и тогда вы сделаете это вручную. То есть можно сделать и так, и так. Это зависит от ваших целей и задач. Мы посмотрим еще сейчас подробнее, как мы устанавливаем статусы и в командах, и просто в подпроцессах. Может быть, вам станет понятнее. Что значит, что должен быть по крайней мере один подпроцесс? Если у нас будет статус, в котором нет ни одного подпроцесса, ни обработчика входа, ни команды, ни паузы, ни обработчика выхода, то как только мы перейдем в этот статус, наш бизнес-процесс просто завершится, потому что он не получит никакой команды, куда двигаться дальше. И это будет конечный статус. Так что, если вы хотите куда-то идти дальше, то вам нужно предусмотреть, чтобы у вас было действие перейти в другой статус, который находится либо во входящем подпроцессе, либо в команде, либо в паузе. Ну, и в выходном подпроцессе оно тоже может быть. Так, как правильно работать с активити-отчеты? Это мы покажем позже, как раз, когда мы будем строить сейчас бизнес-процесс, у нас будет возможность настроить активити-отчеты. Ну, там мы не совсем про CRM. Вообще про CRM у нас будет как раз-таки следующий вебинар. Я думаю, что мы этот вопрос зафиксируем, постараемся на него ответить. Сейчас не обещаю, но пока не менее отметим себе, что такой был. И я отвечу на вопрос, что в один момент может выполняться сразу два подпроцесса. Нет, они все выполняются по очереди. Вот смотрите, я еще раз сейчас вернусь на слайд. У вас сначала отработает подпроцесс вход в статус, а потом, если у вас описан подпроцесс типа команда или пауза, управление перейдет к ним. Если их нет, управление к ним не перейдет. То есть они выполняются непараллельно. Дальше, если у вас описано два подпроцесса как команда, то они выбираются пользователем, какой именно из них стартует. Собственно, они не могут быть выбраны два именно, только один из них. Если описана и команда, и пауза, то либо пользователь выберет команду, либо сработает по времени пауза и пойдет он. Но, опять же, один. То есть здесь не и, здесь условия или. Если я смог пояснить графически, но здесь на самом деле вам, кроме экспериментов, это что-то поможет. И мы как раз-таки сегодня вам покажем некоторые вещи, чтобы вы видели на практике, как это работает лучше. Ну что же, я думаю, что пора переходить, собственно, к демонстрации. Переключаю. Да, на следующий вопрос мы тогда ответим позже, уже, наверное, после создания бизнес-процесса или в самом конце. Так, я вижу, что когтиночка ушла. Можно пока. Так, шо мой. Да, сейчас видно мою презентацию? Так, сейчас я свое видео скрою немножко, чтобы оно было небольшим. Итак, начнем мы сегодня с вами с бизнес-процесса по согласованию выдачи денежных средств. Он не очень сложен, и, в принципе, он работоспособен и в такой ситуации, но, возможно, у вас этот бизнес-процесс должен быть более развернут. Что он должен делать? Я как сотрудник хочу получить какие-то наличные средства на нужды компании, не знаю, там, на командировочные или на транспорт, или там, на закупку канцелярских товаров. Я заполняю заявку. Дальше эту заявку должен утвердить мой руководитель. Он может ее либо утвердить, либо отправить на доработку, если решить, что ему не хватает какой-то информации в этой заявке. Если руководитель утвердил эту заявку, то мы передаем заявку кассиру. И кассир также, как и руководитель, может либо утвердить, либо отправить эту заявку на доработку и потребовать дополнительных данных. Если все утвердили мою заявку, то мне деньги выдадут. Если же она постоянно требует какой-то дополнительной информации, то мы постоянно возвращаемся в статус «Доработка». Справа мы с вами видим небольшую схемку, как этот бизнес-процесс будет выглядеть. У нас есть начальный статус, в котором мы будем выполнять единственное действие, будем определять, кто же мой руководитель и кто должен согласовывать. Есть статус у руководителя, где руководитель будет выполнять какие-то действия, есть статус у кассира и есть статус доработка. Финальный статус у нас называется «Заявка обработана» и на нем наш бизнес-процесс будет завершаться. Давайте с вами перейдем в портал и начнем его создавать. Итак, мы находимся на нашем учебном портале. Процесс у нас будет находиться в живой ленте. И мы уже создали список под этот процесс, чтобы сэкономить немножко времени на занятия. Вот он у нас будет называться «Согласование выдачи денежных средств». Я вам сейчас покажу, какая информация там будет храниться. Так, как бы мне это свернуть? Вот так. Мы при задании новой заявки должны будем сказать название, сумму, которую мы хотим получить и выставить статью расходов. По результатам исполнения нашей заявки у нас в поле «Результат» еще будет записываться, собственно, что произошло. Нам отказали в выдаче или деньги выданы. И справа у нас еще столбец «Бизнес-процессы», в котором показывается, как движется наш бизнес-процесс. Переходим во вкладку «Бизнес-процессы». И давайте создадим его с нуля. Этот мы удалим, чтобы он нас не смущал. Окей, не будем его трогать. Создадим... Ой, прошу прощения, я промахнулась кнопочкой. Возвращаемся в список шаблонов и создаем бизнес-процесс со статусами. Назовем его «Новое согласование», чтобы не путать со старым. Он у нас должен срабатывать при добавлении нашей заявки. Сохраняем. Вот мы видим, как выглядит экран редактора бизнес-процессов, когда мы работаем со статусом. У нас есть единственная кнопочка «Добавить статус», и мы сами определяем, какие статусы нам нужны для работы. Для начала нам нужен самый начальный. Так мы его и назовем. Начальный. Сохраняем. Сначала мы создадим все статусы, которые нам нужны. Затем мы настроим их связи и работу внутри статусов. Следующий статус, который нам нужен, это у руководителя. Сохраняем. Добавляем статус у кассира. Статус доработка. И самый последний, заявка оформлена. Давайте мы применим наши изменения, чтобы у нас ничего не пропало. Вот мы видим наши статусы, 5 штук. Теперь, собственно говоря, мы можем настраивать, что же в них будет происходить и как они будут взаимосвязаны. Ну, давайте начнем с начального. Добавим ему обработчик входа в данный статус. Он у нас будет самый начальный, обработчик входа у нас сработает самым первым. Добавим сюда единственное действие, которое нам нужно, это поиск нашего начальника. Так, где у нас выбор сотрудника? Мы с вами из пользователя, который создал документ, то есть поле документа, кем создан, ищем уровень начальника, непосредственно начальника. А тип нам нужно обязательно поставить начальник, чтобы у нас был не случайный пользователь. Резервные пользователи тоже будем мы. Отсутствующих мы пропускать не будем, нам все равно. Так, здесь мы все настроили. И после того, как мы с вами определили, кто же согласовывает нашу заявку, мы можем с вами перейти уже в следующий статус у руководителя, потому что мы знаем, кто руководитель. Вот окно настройки статуса, который Иван вам уже показывал. Мы просто ставим статус у руководителя. Сохраняем. Идем опять на экран статусов. И мы видим, что после того, как мы поставили переход в нужный нам статус, Bittrex автоматически нарисовал связь. Что из статуса начальный мы переходим в статус у руководителя. Давайте теперь сделаем, что должен делать руководитель. У него действие немножко посложнее. А, вот еще такой момент. Я вам говорила, что гораздо удобнее в статусном бизнес-процессе настраивать права. Как это делается? Вот мы, когда создавали статус, мы видели эти поля. И вот мы сейчас можем опять найти настройку. Мы видим отдельные поля для каждого права доступа. И все эти права будут влиять на весь вообще процесс, который у нас находится в статусе. На входящий статус, на входящий обработчик, исходящий, на команды и паузы. Таким образом, мы задаем права сразу на весь блок наших операций. И давайте мы здесь поставим, что у нас право выполнять эти задания имеет руководитель, которого мы определили на предыдущем шаге. Мы здесь эти данные тоже имеем и можем их использовать. Вот, право на операцию полный доступ. Пусть у нас будет полный доступ у руководителя. Это находится в дополнительных результатах, в выбранный сотрудник. А все остальные наши сотрудники пусть имеют право на операцию чтения. Здесь мы идем с вами в категории пользователей. Выбираем группу пользователей «Моя компания сотрудники». Таким образом, мы с вами создали права на целый блок у руководителей. И теперь давайте создадим, собственно, сами действия. Добавляем опять обработчик входа в данный статус. Как правило, в не очень сложных бизнес-процессах нам достаточно только одного подпроцесса. И это, как правило, обработчик входа. Что нам здесь нужно сделать? Во-первых, руководитель должен принять решение, что же делать с нашей заявкой. Давайте мы у него запросим дополнительную информацию. Запрос дополнительной информации заполнить должен руководитель. Мы идем опять в дополнительные результаты. И выбираем выбранного на первом шаге сотрудника. Называем «Утвердите выдачу». Чтобы он понимал, о чем идет речь, мы ему в описании дадим название нашей заявки и сумму. Так, текст кнопки в задании пусть будут сохранить. А здесь мы должны добавить переменную, в которую мы сохраним результат согласования. Мы ее назовем «Что делать?». И будет она у нас спискового типа. С выбором из трех вариантов. Отказать. Отправить на доработку. И согласовать. Не забываем нажать кнопочку «Установить», чтобы у нас сохранились значения. И по умолчанию пусть будут согласовать, чтобы уменьшить количество операций. Так, мы вроде бы все добавили. Комментарий давайте мы отключим, потому что комментарий мы с вами сможем писать прямо в живой ленте к созданной нами заявке. Я позже покажу, как это делается, если вы раньше этого не видели. Сохраняем. Затем мы, собственно говоря, должны обработать полученный результат. Мы с вами берем условие. Назовем его «Что делать?». И обрабатываем варианты ответов. Вариант первый – отказать. Здесь все просто. Значение переменной равно «Отказать». Сохраняем. В этом случае мы с вами должны в наш документ записать, что в заявке нам отказано. Мы выбираем «Активити изменения полей документа». Выбираем наше поле, которое есть в списке «Результат». И выбираем «Отказано». Сохраняем. Давайте мы еще запишем в отчет, чтобы у нас в логе сохранялись действия с нашей заявкой, чтобы мы потом по логу могли проследить, как наш бизнес-процесс работал. Для этого у нас есть «Активити запись в отчет». Сейчас я его найду. Так, свернем самое ненужное. А вот, запись в отчет. Запись в отчет – это простой «Активити», где мы задаем текст, который у нас отобразится в логе «Исполнение бизнес-процесса». Здесь нам достаточно написать, что заявка отклонена. Сохраняем. И дальше мы можем уже просто перейти в финальный статус, поскольку больше нам с этой заявкой делать ничего не нужно. Мы устанавливаем статус «Заявка оформлена». Заявка оформлена. Сохраняем. Следующее условие. Если руководитель решил, что ему недостаточно информации, он требует от нас доработать эту заявку. У нас тогда значение переменной «Что делать» равно «Отправить на доработку». Здесь мы пишем «Доработка». И в этом случае мы запишем в отчет, что заявка отправлена на доработку в определенное время, и перейдем в статус «Доработка». Опять с вами при помощи контрола перетаскиваем действие «Запись в отчет». Мы нажимаем клавишу «Контрол» и мышкой тянем наши действия на новое место, таким образом мы его дублируем. Это позволяет не искать все время похожие нам действия в правой части в большом списке, а быстро их перетаскивать. И поменяем запись. Заявка отправлена на доработку. Здесь мы укажем с вами время. Может быть, вы уже знаете, на предыдущих занятиях обсуждались всякие системные переменные функции. Мы можем использовать функцию указания времени сервера. Она называется «SystemNow». В этом случае в отчет будет записано точное время, в которое произошло это действие. Сохраняем. И переходим в статус «Доработка». Установить статус «Доработка». И у руководителя был еще один вариант. Мы добавим новые условия. Назовем его «Согласовать». Значение переменной равно «Согласовать». Здесь мы с вами что должны? Здесь мы опять запишем в отчет, что заявка согласована, и перейдем в статус «У кассиры», так как дальше должен предпринимать действие кассир. Пишем запись в отчет. Перетаскиваем наши действия с контролом. Говорим, что заявка согласована. Оставим точное время. И установим статус «У кассира». Так, с руководителем мы вроде бы сделали все необходимое. Давайте сохраним наши изменения. Мы видим, что у нас добавились новые связи, целых три, поскольку мы с вами добавили три установки статуса в нашем статусе «У руководителя», и битрикс эти связи отрисовал. Что у нас должен делать кассир? Давайте добавим ему обработчик входа в статус. Кассир, во-первых, должен, опять же, либо утвердить нам заявку, либо отказать в выдаче денег. Для этого мы с вами используем другое активити – утверждение документа. утверждают сотрудники. А, давайте мы с вами сделаем константу, в которой у нас будет указан наш кассир, чтобы мы могли менять сотрудника при необходимости. В параметрах нашего бизнес-процесса на вкладочке «Константы» мы с вами заведем кассира. И кассиром у нас будет наш главный бухгалтер. Тип у нас будет привязка к сотруднику, а главного бухгалтера у нас зовут Ольга Иванова. Вот мы ее здесь выберем по умолчанию. Окей. Мы сохраняем константу, и здесь мы дальше ее в процессе можем использовать. Что и утверждать у нас должен? Кассир. Тип утверждения «Все сотрудники» утвердите выдачу. Описание задания у нас будет как и для начальника. Мы укажем название нашей заявки и сумму. Текст статуса мы устанавливать здесь не будем, нам это не нужно. Так, утвердить мы просто уберем слово «документ», чтобы это не смущало. Комментарий показывать не будем. Доступ ограничивать не будем. Согласовано. Так. В случае, если нам кассир документ не утверждает, мы с вами давайте перейдем опять в статус «доработка». В этом случае мы с вами запишем в отчет, что заявка отправлена на доработку. Опять укажем наше время. Время сервера. Сохраняем. И перейдем в статус «доработка». Установить статус «доработка». Если же кассир утверждает нашу заявку, то ему нужно выдать деньги. И чтобы он отметил, что он деньги выдал, мы с вами используем activity ознакомления с документом. Там у нас будет красивая кнопка, которую мы сможем настроить под себя. Activity ознакомления с документом. Ознакомить пользователя. Опять же выбираем нашу константу кассир. В названии задания пишем «выдайте деньги». Сумма. Сумму нам надо выдать такую. Сотрудник у нас будет автор. Поля документа. Кем создан? Должны ознакомиться все сотрудники. Статус мы не устанавливаем. Комментарий нам тоже не нужен. А кнопку мы назовем «деньги выданы». После того, как деньги выданы, нам остается только записать в нашу заявку результат исполнения, что деньги выданы, и перейти в финальный статус. Мы ставим с вами изменение документа, выбираем поле «результат», выбираем «выдано». Запишем в отчет, когда это прекрасное событие случилось. Деньги выданы. Выда-ны. И переходим в финальный статус. Заявка оформлена. Пожалуй, от кассира нам тоже больше ничего не нужно. Чтобы мне постоянно не настраивать и не искать поле отчет, поле записи в отчет, я его, пожалуй, перетащу в свои действия. Так мне будет проще. Вот сюда, справа у нас есть блок «Мои действия», куда мы можем записывать самые часто используемые операции, чтобы потом сразу вставлять их в нужное место нашего бизнес-процесса. Возвращаемся к настройке статусов, сохраняем. Видим, что у нас появились связи у статуса у кассира на доработку и на заявку оформлено. И последнее, что нам осталось, собственно говоря, сделать статус доработка. Добавляем мы ему тоже обработчик. Здесь все будет просто. Мы напишем нам задание автору документа, что он должен доработать. С большой кнопкой, типа «Доработка выполнена» и переход в статус у руководителя, чтобы руководитель опять посмотрел, все ли в заявке «Ок» и согласовал или снова отправил на доработку. Итак, ознакомление с документом. Ознакомить пользователя. Кем создан этот документ? Наш автор. Доработайте. Вашу заявку. Сюда мы вставим опять же название и сумму, чтобы пользователь понимал, о чем речь. Кнопку назовем «Заявка доработана». Статус мы устанавливать не будем, комментарий нам тоже не нужен. Сохраняем. После того, как мы доработали заявку, мы запишем в отчет, что мы эту заявку доработали, и отправим ее руководителю. Так, и идем к руководителю. У руководителя «Сохранить». Возвращаемся на экран. Видим, что и статусы доработки у нас появились связи. Сохраняем весь наш бизнес-процесс. Так, вот этот мы давайте отключим, чтобы он не мешал. Женя, у меня будет просьба сейчас вернуться в бизнес-процесс, показать статусы. Хочу добавить пару комментариев. Давай. Обратите внимание, что, собственно, мы везде использовали только один подпроцесс вход в статус. То есть, как я говорил, в общем-то, это самый основной, самый часто, наверное, используемый и так далее. Обратите внимание, что, Женя, нажми просто добавить у любого статуса. Да, собственно, вот здесь вот можно, когда Женя добавляла, она выбирала, что именно мы можем добавить. Мы здесь можем добавить команду. Прям добавить статусом, чтобы было видно, что они добавлялись, чтобы потом их поудалять. Так, что они, собственно, здесь, вы можете добавить их несколько. Да, и при этом, если это команда, она тоже может устанавливать статус. Пусть срок она будет выполнена. Да, если мы сохраним, то точно так же появится в списке тех самых подпроцессов, которые будут у этого статуса. Да, и добавляя, 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 здесь будет, собственно, увеличиваться список тех самых подпроцессов, доступных. И как именно они будут срабатывать, я вот постарался максимально объяснить на слайде. Но, в принципе, видите, что мы, создавая этот бизнес-процесс, описывая все статусы, мы воспользуемся только в ход статус, этого достаточно вполне. Ну что ж, давай отдалим и попробуем показать, как это работает. Да. Идем в живую ленту, в которую у нас запускается наш бизнес-процесс. Запускаем его. Согласование выдачи денежных средств. Вот наша маленькая форма, которую мы должны заполнить. Ну, допустим, нам нужно купить билеты на поезд за 10 тысяч рублей. Статья расходов командировочная. Мы едем в командировку, говорим, отправить. Вот мы видим, что наш бизнес-процесс пришел к руководителю. Руководитель у нас Виктор Слободинов. И ждет от руководителя дополнительной информации. У меня вот в разных браузерах запущены разные пользователи. Мы сейчас перейдем в браузер, где у нас есть руководитель. Вот мы теперь находимся, как Виктор Слободинов. И в нашей живой ленте появилось задание нашего бизнес-процесса. Утвердите выдачу денежных средств, билеты на поезд, сумма 10 тысяч. По ссылке подробнее мы можем посмотреть задание и перейти к документу. По ссылке перейти к документу, чтобы посмотреть всю информацию. Ну, в принципе, у нас все видно и в живой ленте, так что большой необходимости в этом нет. Мы как руководитель смотрим на сумму и думаем, а что-то дорого. И пишем сотруднику, а почему так много? Вот, собственно, как вы можете обсуждать ваши заявки прямо в живой ленте. Комментарии появились, пойдемте посмотрим, что видит сотрудник. Сотрудник видит комментарии руководителя, а почему же так много? Ну, вообще-то не было билетов на другие даты. Мы написали свой ответ руководителю. Руководитель видит, что, в общем, требования разумные, говорит, окей. Но вот статья наших расходов, мы там выбрали командировочную, это не очень верно. Нужно статью поменять. На транспорт. Поэтому мы эту заявку сейчас не согласуем. Мы нажмем кнопочку «Приступить к заданию» и выберем «Отправить на доработку», чтобы наш сотрудник поменял статью. Вот все комментарии у нас прямо в задании видны, все обсуждение мы видим прямо сразу. Сохраняем. Мы видим, что задание вернулось обратно сотруднику, Евгения Новикова. Идем обратно к сотруднику, обновим живую ленту. И вот наше задание. Доработайте заявку, билеты на поезд, сумма 10 тысяч. И вот наша кнопка «Заявка доработана», которую мы нажмем после того, как мы это сделаем. Нужно поменять статью на транспорт, пишет нам руководитель. Ну, хорошо, пойдемте поменяем. Переходим в документ по ссылке «Перейти к документу» и меняем статью расходов на транспорт. Сохраняем. После этого можем нажать кнопочку «Заявка доработана». Заявка, обратите внимание, опять уходит к руководителю. То есть у нас статус опять сменился у руководителя. Идем сюда. И как руководитель видим, что вроде бы все окей. Переходим к документу. Смотрим нашу статью расходов. Теперь она транспорт, все верно. Теперь заявку можно согласовать. Что делать? Согласовать? Сохраняем. Мы перешли в статус у кассира. Кассир у нас, как мы уже говорили, Ольга Иванова. Давайте мы перейдем в другой браузер, где у нас кассир Ольга Иванова. Теперь мы Ольга Иванова. Вот у нас появилось наше задание для кассира. Утвердите выдачу билета на поезд, сумма 10 тысяч. Ну, вообще-то, как-то информации маловато. Допишите номер поезда и дату. Пишет нам кассир. И отклоняет нашу заявку, чтобы мы ее доработали. Заявка опять вернулась к нам в статусе «Доработка». Мы опять идем, как сотрудник Евгения Новикова, обновляем нашу живую ленту, говорим подробнее, переходим к документу и пишем нужную информацию. Билеты на поезд, 28 июля, номер 757, САПСАН, например. Сохраняем. Говорим, заявка доработана. И опять возвращаемся к руководителю, потому что он опять должен ее согласовать. Идем опять в руководителя. Опять приступаем. У нас уже все более подробно. Говорим согласовать, все окей. Опять возвращаемся к кассиру. Обновим живую ленту. И кассир видит, что мы обновили информацию, теперь информации достаточно, мы можем заявку утвердить. Следующее задание, которое мы с вами делали для кассира, что нужно выдать деньги. Мы здесь, кстати, немножечко лоханулись, и нужно было имя сотрудника вставить, а не его ID. Мы с вами это потом поправим. Я покажу модификатор printable. Я его показывала на прошлом занятии, но, может быть, не все знают. Так, деньги выданы. И мы видим, что статус поменялся, заявка оформлена. Давайте мы посмотрим, как это выглядит внутри нашего списка и в логе нашего бизнес-процесса. Мы с вами перейдем в левом меню в бизнес-процессах, процессы в ленте. Так, нет, только не кассирам, извините. Идем в процессы в ленте. Как сотрудник. Идем в согласование выдачи ДС. И видим, вот наша заявка. Билеты на поезд 28 июля Сапсан, 10 тысяч, транспорт. Выдано. Статус заявка оформлена. Если мы нажмем на ссылку «Заявка оформлена», то мы увидим наш лог. И тут видно все, что происходило с нашим документом. Только в обратном порядке. Вот началось все с руководителя. Выданы права, предоставить дополнительную информацию. И вот наши записи в отчет, который мы делали. «Заявка отправлена на доработку в 11.41». «Заявка доработана в 11.41.36». И так далее, и так далее, и так далее. Видно, кто что делал, кто какую информацию предоставлял, видно в комментариях, если мы вернемся. Вот здесь вот у нас в столбце «Комментарии» есть ссылочка с номером комментариев, которые были даны к этому бизнес-процессу. Если мы на нее нажмем, то мы увидим наше задание со всеми комментариями, которые были даны всеми лицами, которые участвовали в согласовании. Вот так работает наш бизнес-процесс. Мы с вами постоянно перемещались между разными статусами. Мы несколько раз возвращались в статус «Доработка». Мы несколько раз возвращались в статус «Руководители», в статус «Кассира». И в итоге мы пришли к финальному статусу «Заявка оформлена». Так, Иван, там есть какие-нибудь вопросы? Вопросы есть. Можешь посмотреть, на что ты захочешь дать сразу ответ. Я хотел бы сейчас прокомментировать. Мы видим твой скайп сейчас, кстати говоря. Поэтому спрячь. Соответственно, когда мы проводили первую часть курса, мы показывали бизнес-процесс последовательный. И был очень интересный вопрос от слушателей. А как вернуться в начало? Вот типа, если мы шли-шли-шли-шли, и что-то все плохо, и нужно снова. Как раз таки в последовательном, обычном бизнес-процессе достаточно сложно реализовывать многократные возвраты, если их много, если 5-6 участников, если что-то кому-то не понравилось, то достаточно сложно описать все условия и циклы возвратов назад. Это будет очень большой цвит для реализации бизнес-процесса. Будет достаточно легко ошибиться и запутаться в нем. Как раз таки, вот вы сейчас ненаглядно видели силу реализации бизнес-процессов на статусах. У вас есть отдельные статусики, внутри может быть сколь угодно сложные, реализованные под процесс, поэтому вам очень легко вернуться на любой уровень. В самое начало, сразу перейти в конец, в любой статус и середины. Вот это, пожалуй, наглядная демонстрация преимущества. И когда лучше выбрать бизнес-процесс со статусом? Когда у вас явно, планово будут переходы? Когда почти в самом конце вы поняли, что нет, нужно вернуться в начало? Или в середине поняли, что в общем-то уже все хорошо, и остальные цепочки можно делать, сразу отдать в конец? И так далее, и так далее. Поэтому, то есть как вернуться в начало? Сделать бизнес-процесс со статусами и отдавать переход в самое начало? Вот такие вот опыты. Женя, что-то ответишь? Я пока тоже посмотрю вопрос. Да, я сейчас отвечу. Кто должен писать бизнес-процесс? Бизнес-процесс обычно пишут люди, которые либо работают с бизнес-процессами, либо понимают, как они пишутся. Если у вас два участника, постановщик задачи и исполнитель, то, соответственно, постановщик описывает, что он хочет увидеть в этом бизнес-процессе. Исполнитель пишет сам бизнес-процесс. Но бывает, что менеджер проектов сами пишет бизнес-процессы, секретари могут сами писать бизнес-процессы. То есть, в принципе, достаточно просто навыков этого написания и понимания, что вы хотите получить. Нет четкого знания, что бизнес-процесс должен писать только бизнес-аналитик, и никто другой. Можно ли в логах отображать только те записи, которые мы внесли через записать в отчет? Нет, к сожалению, нет, потому что по умолчанию часть activity и битрикс стандартных, такие как ознакомление, утверждение и так далее, они самостоятельно записывают в отчет дополнительную информацию. Если использовать внутренние комментарии, где их можно посмотреть? Внутренние комментарии вы сможете посмотреть только если вы сами вручную куда-то вставите их содержимое. Вы можете их сохранять в полях документа, или вы можете их отображать в задании бизнес-процесса. Но если вы их сами нигде не используете, то, к сожалению, они останутся в недрах, и никто их не увидит. Супер. Я думаю, что можно двигаться дальше. Я буквально сейчас еще дам один комментарий. Я вижу очень много вопросов ближе к начальному уровню. Кто описывает, как сделать несколько бизнес-процессов по одному элементу и так далее? Коллеги, обязательно посмотрите первую часть курса. Мы ее специально делали, начиная от полного незнания, когда приходит человек, который никогда не делал бизнес-процессы вообще, и заканчивая самостоятельной реализацией простых бизнес-процессов BITX24. Вы сможете очень сильно дополнить ваше понимание, как его вообще реализовывать, и как раз-таки вопрос, кто его реализовывает. Любой человек, который способен сесть и нарисовать на бумаге последовательность действий, которые у вас в компании реально происходят, и которые нужно автоматизировать. Вот, собственно, человек и ставит задачу. Какой нам нужен бизнес-процесс? Там есть вот такие вот шаги, такие-то люди за них отвечают, такие-то переходы между ними. Конкретный специалист, который может автоматизировать бизнес-процесс BITX24, это уже в общем немножко другое дело, его задача техническая. Автоматизировать то, что вы описали на бумаге. Это может быть один бы человек, он может описать на бумаге, реализовать и так далее. Но, безусловно, хоть важно, чтобы в компании был человек, который может поставить задачу и хорошо описать, собственно, что вообще автоматизировать. Если процесс невозможно на бумаге описать четко, то это вопрос потому, что подумать сначала о том, что можно ли автоматизировать ту ситуацию, которая у вас вообще есть, и стоит ли это делать. Собственно, я предлагаю перейти дальше, иначе время-то у нас идет. Иван, если можно, буквально на один вопрос только еще отвечу. Да, конечно. Можно ли оформить параллельно прохождение двух статусов? К сожалению, нет, потому что статус – это некое состояние вашего бизнес-процесса, оно не может быть параллельно двумя состояниями. То есть статус всегда какой-то один исполняется. Все, я думала, что теперь можно двигаться дальше. Да, супер. Итак, кто у нас там с тобой по очереди? Если я правильно помню, у нас сейчас один слайд на комментарии, и дальше еще один пример. Да, собственно, вот следующий слайд, следующий еще, да, задание VS команды. Сейчас мы, собственно, будем показывать пример с использованием команды. Очень хороший кейс, нам сказал как раз таки автор бизнес-процессов, когда лучшее задание, когда лучше команда. Это на самом деле оказалось не так очевидным. Так вот, задание – это то, что мы порталом явно говорим пользователю, то есть делай, пожалуйста, задание, оно тебя ждет. У нас есть счетчик. Вы при реализации процесса можете сделать различные уведомления, вас ждет процесс, срочно идите, смотрите, и так далее. И пример – это когда проводителю постоянно необходимо что-то одобрить, что не является его основной работой. Отпуск ваш, согласовать какую-то заявку и так далее. Это для него дополнительный элемент административный. А есть процессы, которые являются основными для людей. Например, редакторы, менеджеры работают со статьями, выпуская их, да, там, журналы, что-то еще, это их основная работа. Они их создают, обсуждают, одобряют, отдают на выпуск и так далее. Им не нужны постоянные модификации, они так работают со списком своих публикаций. Да, здесь действительно удобнее использовать команды, тем более, что пишут о том, что их можно сделать несколько. Да, и как раз таки вот этот интересный пример сейчас Гиня продемонстрирует вам. Да, я продемонстрирую вам работу команд на небольшом бизнес-процессе публикации статей. Допустим, у нас есть некий сборщик контента для сайта, некий список, в котором мы пишем те статьи, которые мы хотели бы выложить на сайт в будущем. Есть некий принимающий редактор, который решает, что с этими статьями делать. Он может решить либо прямо сейчас отправить статью на сайт, либо отложить ее на какое-то время, допустим, до следующего выпуска журнала, чтобы она вышла через месяц, либо сказать, что типа нет, извини, эта статья нам вообще не подходит, мы не будем ее публиковать. Вот мы видим скриншот, собственно говоря, схемы этого бизнес-процесса, который мы с вами сейчас будем делать. У нас уже есть небольшая заготовка, чтобы сэкономить время. Мы видим, что у нас есть статус начальный, с которого мы, собственно говоря, начинаем работу, и с которого в зависимости от той команды, которую дал редактор, опубликовать, отложить или отказать, мы будем переходить другие статусы. Опубликовать, соответственно, на публикацию, отложить. Мы будем с вами делать паузу в выполнении, и отказать. Мы просто отказываемся от публикации. Сейчас я перейду на наш портал и покажу вам, что мы заготовили. Мы это будем делать на универсальных списках, поэтому смотрим мы сейчас с вами раздел «Компания списки». У нас здесь уже заготовлен небольшой списочек, который называется «Статьи на сайт». Так, сейчас я уберу «Viewer». В этом списке мы будем хранить название нашей статьи, текстовый анонс, по которому редактор может определить интересность ее, файл, собственно говоря, самой статьи, и статус, в котором мы будем писать, что же со статьей в итоге произошло. Будет ли она опубликована или мы не будем опубликовать. И у нас есть заготовка бизнес-процесса, называется «Согласование публикаций», в котором мы уже создали часть статусов и настроили несколько взаимосвязей. И мы с вами сейчас посмотрим, как, собственно говоря, добавить команды. Сами статусы мы сильно настраивать не будем, потому что нашей целью не стоит показать прям развернутый бизнес-процесс согласования, просто мы хотим продемонстрировать, как же можно эти команды использовать. Итак, из статуса «Начали» нам нужно добавить три команды. Мы добавляем команду «Опубликовать». После выполнения команды мы с вами перейдем в статус «На публикацию». Мы добавим команду «Отказать». После выполнения этой команды мы перейдем в статус «Отказ». И добавим команду «Отложить». Эта команда у нас перейдет в статус «Отложить на месяц». Что хотелось бы отметить, что вот эти все команды – это тоже подпроцессы, то есть мы внутри можем нарисовать целую логику алгоритма какого-то. Но для того, чтобы не тратить время, мы сейчас делаем простое. Мы вот, например, войдем в команду «Опубликовать». Вот мы уже видим команду «Перехода в статус», которую мы задали в настройках. И давайте добавим сюда просто какое-то уведомление нашему автору о том, что его статья принята на опубликование. Отправитель, ну пусть будет автор, получатель уведомления – автор. Текст уведомления, статья с названием «Название». Где у нас название? Вот. Отправлено на публикацию. Здесь может быть какая угодно развернутая логика, но вот это просто маленький пример. Возвращаемся обратно в наш статус, применяем изменения. И еще, на что я хотела обратить для вашего внимания, это действие паузы в выполнении. Вот она у нас, статус «Отложить на месяц», у нас есть пауза. И в паузе мы делаем следующее. Мы записываем в отчет, это тоже подпроцесс, мы записываем в отчет, что статья отправлена на согласование. Так, нет, статья отправлена. На, все правильно. Пауза. Мы с вами должны подождать какое-то время, например, месяц. Но месяц мы, конечно, ждать не будем. Мы подождем минимальное, возможно, время 5 минут. И затем вернуться в начальный статус, где редактор опять должен решить, что же делать с этой статьей. Публиковать ее сейчас, отказать или отложить еще на какое-то время. Поэтому в нашем подпроцессе паузы мы будем записывать в отчет, что статья отправлена на согласование, и будем переходить в статус начальный. А ждать мы с вами будем, как уже указано в настройках, 5 минут. Это минимальное возможное время. Итак. Сохраняем наш бизнес-процесс. Идем в список статей. И давайте добавим какую-нибудь статью. Ну, например, заливные витражи. У меня уже есть заготовлен анонс этой статьи. Заготовлен файл этой статьи. Сейчас он догрузится. Так, сохранили. Вот мы видим, вот добавилась наша статья, заливные витражи. Статус у нас сейчас начальный. То есть от нас дальше эта статья ждет действий. Что мы должны с ней предпринять? Представим, что мы редактор. Переходим в саму статью. И мы можем видеть, какие команды мы можем с вами выполнить на вкладке «Бизнес-процессы». Выполнить команду. Вот мы видим все наши три команды, которые мы с вами сами задали в бизнес-процессе. То есть вот те названия, которые мы там задали, тут и будут показываться «Опубликовать», «Отказать» и «Отложить». Ну, давайте для начала мы отправим ее на публикование. Посмотрим, что будет. Вот мы видим, что наша ветка пошла по публикации. Нам пришло два уведомления. Опубликована статья, заливные витражи, и статья отправлена на публикацию. Это вот из нашего статуса, который мы делали, из нашей команды «Опубликовать». Давайте теперь попробуем другой вариант. Мы с вами сейчас добавим эту же статью, но отложим ее на типа месяц, на самом деле на 5 минут. Вот. Добавляем статью «Витражи 1». Ну, выберем тот же самый файл, чтобы его больше не заливать. Вставим тот же самый анонс. И опять перейдем с вами, выберем другую команду. Отложить. Сохраняем. Мы видим, что у нас сейчас есть статус «Отложить на месяц». И нам нужно с вами подождать буквально 5 минут, чтобы посмотреть, что же произойдет с этим статусом дальше. По логике вещей он должен смениться на статус «Начальный», для того, чтобы редактор мог снова согласовать публикацию статьи. Я предлагаю, пока мы ждем эти 5 минут, посмотреть список вопросов. Может быть, мы успеем еще на что-то ответить. Жень, пока попросили, пожалуйста, два вопроса. Я еще хочу дать ряд комментариев. Сейчас, секундочку. А, давай. Значит, более того... Тебе включить что-нибудь? Да, я попрошу передать мне экран. Просто очень часто спрашивают, опять же, где посмотреть дополнительные данные. Я хочу, собственно, показать. Показать, где вы можете узнать о бизнес-процессах больше. Значит, в первую очередь у нас есть учебный курс. Да, собственно, как документация целая. Скажите, пожалуйста, видно ли сейчас... Я вам включил свой экран, должен быть видно быть сайт BITX24. Скажите, пожалуйста, видно или нет. Ага, отлично, спасибо. Смотрите, у нас есть раздел «Поддержка». Перехожу. Прокручиваю вниз и блок для самых любознательных. Учебный курс по BITX24. Перехожу по посылке. Здесь целый раздел. В левой части «Навигация по постструктуре» и «Бизнес по процессу». Огромные разделы. Вы можете узнать много по тому, как, собственно, реализовывается бизнес по процессу. Здесь, например, есть описание всех этих возможностей по вычислению выражений. Вот то, что мы с ней показываем, как взять текущую дату. И много-много других разных здесь возможностей. Есть описание, собственно, всех действий, которые вам доступны в визуальном редакторе. Можно посмотреть, как они, собственно, работают. Их описания для чего они нужны. Это первое. Второе. Мы сегодня с вами показываем вебинар. Как я уже говорил, это целый учебный курс. И давайте я покажу, как можно его найти. Собственно, также я перехожу на сайт 324 в раздел «Поддержки». И давайте я попробую попасть туда через вебинар. У нас есть бесплатный вебинар. Собственно, вы сегодня находитесь на одном из них. Вот здесь в левом углу «Анонс». Да, давайте я перейду на подробнее. И ссылочка на бесплатный курс. Вот такой вот URL у нас, да, BPP2. Смотрите, здесь у нас идут, собственно, форма записи на вебинары. Сейчас я подробнее об учебном курсе. Да, здесь перечислены все вебинары, которые будут. И вот смотрите, те, которые проходят, по ним идут, собственно, ссылка уже на мои материалы. Вот он наш целый курс. Да, сейчас мы с вами пройдем второй урок, и он добавится здесь. А вот и первая часть, которая была посвящена тому, как вообще проектируются бизнес-процессы, как они создаются, и раскрыты все основные возможности по реализации бизнес-процессов в BITX24. Я прям рекомендую всем, кто хочет заниматься этим вопросом, посмотреть, вы очень много поймете, как, собственно, их реализовывать. Окей, Женя, я готов передать тебе слово. Да, я вот сейчас смотрю. Тебе входит теканчик? Будешь показывать? Сейчас, так, пять секунд. Так, статусы. Определенный доступ для создания BP необходим. Да, нужен админский доступ, насколько я понимаю, Иван, да? Ну да. Если мы говорим по BITX24, то после нужно дать права, либо вы на каждый бизнес-процесс можете дать права отдельно, но, наверное, удобнее дать права администратора, нежели выделять как-то отдельно, человек, который будет вам реализовывать бизнес-процессы, конечно. Так, статусы работают и в CRM-модуле, да? В CRM-модуле точно так же можно сделать бизнес-процессы со статусами. В каком случае можно использовать команду? Ну, вот Иван очень развернуто отвечал на этот вопрос. Чем команда отличается от задания? Команда используется тогда, когда у вас необходимо массовое принятие решений по вашему бизнес-процессу. Когда это не единичный какой-то случай, требующий особого внимания, а когда вы постоянно сидите в вашем списке и работаете с его элементами, просто чтобы вас не завалило уведомлениями о том, что вы должны что-то сделать. Я, наверное, допомню. Вообще, если в целом абстрагироваться, любой бизнес-процесс можно сделать обычным или со статусами. Вы можете применять только команды или только действия. То есть ограничений нет. Всегда смотреть в зависимости от вашей задачи, что разумнее. Мы дали на слайде кейс, как можно размышлять, когда делать выбор действия или команды, что именно сделать. Так, ну вот здесь несколько было замечаний на то, что не совсем логично согласовывать с руководителем после того, как замечание главбуха получено, но это просто пример того, как мы можем работать со статусами. Это не обязательно так должно быть. Вы можете согласовывать только с бухгалтером. Это ваши... Коллеги, мы ни в коем случае не учим вас, как описать конкретный процесс согласования. Нет, конечно, мы как раз таки хотели показать возможность простого перехода между статусами. В данном случае это было согласование выбора действия, но просто как пример. Так, когда снизит ожидаемое время в паузе до 5 секунд? Нам бы тоже хотелось... Мы сегодня вряд ли сможем вам дать, как сказать правильно, инсайт о том, что когда будет сделано. Ну, может быть, к сожалению. Так, по паузе вопрос... Так, нет, это уже человек сам себе ответил. Когда будет экзамен по курсу ВП, ничего вам, к сожалению, не смогу сказать. По учебным курсам вам Иван ответил. Да, давайте посмотрим. Мне кажется, 5 минут уже прошло. Посмотрим, что у нас произошло. Сейчас, отдам тебе гликанчик. Давай. Show my screen. Ага, есть картинка. Так, 12.05.17 назад. А сколько у нас сейчас времени, если не секрет? У меня 12.06. О, поменялось. Yes. Смотрите, вот у нас наша запись витража 1, и у нас там был статус отложить на месяц, а сейчас у нас статус начальный. Время прошло, и статус автоматически сменился, поскольку пауза завершилась. Вот, собственно, так работают команды. Так, супер. Тогда я еще раз переключу к себе экранчик, и будем завершать вебинар. Так, скажи, пожалуйста, Жень, есть картинка от меня? Есть. Значит, собственно, мы вам показали статус. Беспрендент статус. Мне кажется, это очень крутая тема, огромное поле экспериментов. Собственно, экспериментируйте. Пробуйте, и можно давать нам обратную связь, что получается, что нет, это будет очень интересно. Краткий анонс следующего вебинара, CRM. Мы будем создавать бизнес-процессы по объектам CRM, по возможности покажем, что там необычного, то, чего нет по другим объектам. Приходите, пожалуйста, к нам, если кто интересуется темой CRM. Даже если не интересуетесь, приходите, мне кажется, будет полезно. Еще раз, значит, по материалу. Конечно же, будет обязательно рассылка, будет выложена запись, будет выложена презентация, все материалы остаются. Я вам показываю, где найти. Это целый учебный курс, пользуйтесь, пожалуйста, идите с коллегами, очень хороший материал. Еще раз напомню, чтобы вам делать самостоятельно, вам нужен аккаунт с тарифом не менее команды, да, или включить демо-режим в аккаунте бесплатно, но он включается один раз на 30 дней. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Насколько было понятно? То есть узнали ли вы, что такое бизнес со статусами, готовы ли вы сами реализовать? Напишите, пожалуйста, свое мнение. Мы поддержим включенным в вопрос еще некоторое время. Интересно получить от вас обратную связь. Иван, тут мне напомнило, что я обещала еще ответить на вопрос про создание задач. Можно я быстренько отвечу? Да, конечно. Вопрос был следующий. Можно ли при старте бизнес-процесса автоматически открывать задачу и при завершении бизнес-процесса автоматически ее закрывать? Нужно согласовать требования, задача, собственно, в написании требований. Когда требование согласовано, задача должна быть закрыта. Тут немножко перепутанное начало и конец. Да, вы можете стартовать бизнес-процесс и при его создании автоматически открыть задачу, но автоматически закрыть задачу бизнес-процессом вы не сможете. Поэтому здесь логика должна быть обратная. Вы открываете задачу бизнес-процессом, ставите бизнес-процесс на паузу, пока она не закончится, а вот когда задачу завершили, у вас автоматически продолжается бизнес-процесс, и он может автоматически закончиться. Вот как бы логика такая. На самом деле, если хочешь, еще можешь поотвечать, у нас есть чуть времени, и я могу поделиться обратной связью, пишет нам Людмила, что очень круто и хочется переделать все последовательные БП на статусы. Да, они, конечно, круче, но на самом деле очень важно сначала научиться реализовывать БП со статусами, чтобы понимать, как он в принципе, последовательный БП, чтобы понимать, как в принципе реализуется блок-схема, которую вы рисуете на бумагах, какие есть возможности. Очень легко уже на эти знания положить знания о реализации БП со статусами и сделать их более оптимальными и так далее. Да, вот тут еще напоминает, что я обещала показать еще раз модификатор printable. Давайте я сейчас... Можно я верю в экранчик, чтобы я прямо на живую покажу. Видно мой экран? Да, есть трансляция. Да, вот чтобы показать модификатор, просто сейчас прямо на списке статей я быстренько сделаю очень простой бизнес-процесс буквально из одного уведомления, которое нам покажет автора. Создадим последовательный бизнес-процесс. Пока делаешь, я как раз могу ответить на вопрос, если параллельно получится, получится. Нет, подожди, я просто хотела как раз показать, чем разница. Давай. Вот у нас отправитель уведомления, получатель уведомления, там я, неважно. Текст уведомления для сайта, мы берем поле документа автор, кем создан. Если мы просто вставим документ created by, то, как вы уже видели, мы увидим ID пользователя, который создал этот документ. А если мы хотим посмотреть его имя, то мы должны в конце дописать printable. В случае, когда мы дописываем printable, у нас Bittrex автоматически показывает тексту информацию, которая привязана к этому ID. Это может быть имя пользователя или название компании, если мы работаем с CRM, или имя контакта, опять же, с CRM. И вот сейчас мы посмотрим буквально, как оно работает. Сохраняем. Идем в статьи, и прямо вручную его сейчас запустим на нашей записи. Вот наше уведомление. Мне показалось, что автор Евгения Новикова, с ID42. Вот, все, можешь возвращать себе назад пока. На самом деле, картинка мне не нужна. Есть вопрос, мне кажется, достаточно такой системный, про выбор пользователя в запросе дополнительной информации. Можно ли выбирать не из всех пользователей, а из групп пользователей. Вообще, на самом деле, там же можно указать не одного конкретного пользователя, а вообще группу целую, отдел. Перечислить, в принципе, кучу пользователей. Это, на самом деле, очень действие, которое можно применять очень по-разному. И вы можете указать, что не пользователям, а группе. Да, и таким образом, вы, управляя составом группы, управляете, кто получит уведомление. И там, получается, принцип, кто первый взял. И мы в первой части курса рассматривали один из классов решения задач, когда есть компания, например, большая. В ней есть три бухгалтера, которые занимаются примерно одной работой. Вот, собственно, им можно сделать группу бухгалтеров, согласовывающих что-то там. Или отправляющих что-то там на оплату. К ним, получается, прилетает одинаково всем ознакомление. И кто первый ознакомился, того мы переменную и дальше используем по всему бизнес-процессу. Это не всегда удобно. К примеру, есть компании, процесс, когда люди, ну, скажем так, ответственные. Они, кто первый взял, как бы, кто-то молодец, кого-то сегодня на работе нету, кто-то занял, кто-то свободный, он взял. Но так не реализовывается задача очереди, когда заявка назначается действие следующему. Вот ее уже нужно программировать, такой штуки нету. И наш последний вебинар в этом цикле будет посвящен вообще принципе создания своих действий. И если есть, то здесь разработчики среди слушателей приходите, мы покажем, как можно реализовывать свои действия, в том числе вы сможете реализовывать его очереди. Вообще-то возможностей очень много. Жаль, что деморежим в одном аккаунте можно использовать один раз. Ребят, ну, полные возможности продукта вам дали на целый месяц, чтобы познакомиться все-таки, а не использовать в бесплатном формате полнофункциональный продукт. Да, вы можете сделать еще один аккаунт, себе тестовый, запустить там деморежим и погонять все те возможности, которые у вас они показывают, чтобы научиться. Ну что же, Женя, что-то ответишь или будем завершаться? Я там уже в чате ответила буквально на пару вопросов, там спрашивали еще раз показать, где расположены логи. Этот столбец называется бизнес-процессы в списке, это стандартный столбец, вы можете его вывести в колонках списка, и у вас там будет на статусе ссылка по нажатию, на которую вы увидите лог, собственно говоря, что происходит с вашим бизнес-процессом. Вот, извини, пожалуйста, GoToMeeting, мне кажется, он перекрывает сейчас на картинку, хотя не… А, так, пардон. Да. Так, сейчас я убью. Он это не должен делать, да, вот так отлично, это уже что-то GoToMeeting. Вот столбец бизнес-процессы, это стандартный столбец, если у вас есть бизнес-процессы, вы можете его просто вывести, вот галочка стоит в списке колонок, и у вас на статусе есть ссылка. Если вы перейдете туда, то вы увидите, что у вас происходит. Вот, собственно говоря, лох назад. Спасибо большое, Евгений, спасибо большое всем участникам сегодняшнего вебинара за обратную связь, за комментарии, за вопросы. Будем завершаться, приходите, пожалуйста, к нам на следующий вебинар, будет также во вторник. Мы обязательно всех пригласим с ссылкой. У нас осталось два вебинара, они будут по вторникам, и таким образом мы завершим вторую часть курса. Используйте эти материалы, которые мы укладываем для обучения себя, коллег, знакомых. Прям, вот кто хочет обучиться делать бизнес-процессы, там есть все для этого. Всего 4 уроков первой части, 4 у второй, 8 уроков, и вы, грубо говоря, эксперт по реализации бизнес-процесса BITX24. Спасибо вам большое. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok